В традиции русского народа сочельник окутан различными поверьями и обрядами. Обычаи предков живы и сегодня. Убедилась в этом Дарья Топчьева. Это вот болгарский перец сделанный, это фасоль, очень вкусная, кстати. Это блинчики совершенно постные и с постной начинкой. На праздничном столе только постные блюда. 12 по числу христианских апостолов. По правилам сочельник положено не принимать пищу весь день. Садится за стол семья только после появления первой звезды на небе. Кутья, кутья, иди спор, кутья. Кутья – первое, с чего начинает праздничную трапезу семейства потомственного казака Михаила Богма. Кушают обрядное сочелье по-особому, с крестным знамением, совершаемым глядя на икону. Кутья, по сути пшеничная каша, пришлась по вкусу даже самым младшим. Мне кутья нравится, потому что в кутье есть полезные фрукты, и там еще есть орехи, печенье, мед. Не обходится сочельник без песен и обрядов. Обязательный атрибут праздника – необмолоченный сноб. С момента жатвы он ждет своего часа в красном углу дома. А обмолачивают его уже на Рождество, то есть отделяют зерна от плевел. Солому и пшено, оставшиеся от обряда, использовали в хозяйстве. Соломку клали под коровку, чтобы телятки здоровые, хорошенькие были. Зернышки курочкам скармливали, чтобы цыплятки родились в этом доме. Все, что оставалось уже от обмолота, высеивали на огород. Рождественские песни разносятся в селе Возрождением. По сельским улицам, с танцами и прибаутками идут Христославы. Добрый вечер, счастливый вечер, добрым людям, нас здоровья. Вифлеемская звезда возвещает людям благую весть рождения спасителя. Согласно народному поверью, и сами каледующие способны принести процветание в дома радушных хозяев. Главное помнить, пришла каледа, подавай пирога. Дайте ковбасу, я до дома отнесу. Дайте другую, я покаледую. Третью дайте, нас и выгонят. А дарить каледующих гостинцами к большой удаче и здоровью. Поэтому хозяева не скупятся на угощения. Возрождают традиции предков в селе Возрождение. Продолжат и на святки, и хотят традиционные народные гуляния, катания на санках и коньках. Пока невозможны, погода не позволяет. Взаимные визиты и даже гадания в планах местных приверженцев старинным. Дарья Топчева, Юрий Мороз, Вести Кубань, Геленджик.